Добрый день! Разрешите представить вашему вниманию лекционный материал по дисциплине «Финансовый анализ». Итак, лекция первая – предмет задачи «Виды финансового анализа». Цель лекции – дать определение, в содержательном плане объяснить трактовку финансового анализа, определить предмет и цели финансового анализа. Итак, план сегодняшней лекции – это понятие финансового анализа, второй вопрос – предметы и цели финансового анализа. Финансовый анализ представляет собой способ накопления, трансформации, использования информации финансового характера, который имеет целью оценить текущее перспективное финансовое состояние предприятия, оценить возможные целесообразные теммы развития предприятия с позиции финансового их обеспечения, выявить доступные источники средств и оценить возможную целесообразность их мобилизации, спрогнозировать положение предприятия на рынке капиталов. Таким образом, финансовый анализ представляет собой систему знания о методах исследования финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Предметом финансового анализа являются финансовые ресурсы и их потоки, а методом его – система теоретико-познавательных категорий, научного инструментария и регулярных принципов хозяйствования, финансовой деятельности субъектов хозяйствования. Методом финансового анализа следует понимать совокупность способов и приемов, с помощью которых исследуется его предмет – это финансово-хозяйственная деятельность предприятия. Таким образом, единый анализ хозяйственной деятельности предприятия делится на управленческий и финансовый анализ. Такое деление обусловлено действием закона об охране коммерческой тайны, то есть конфиденциальной информации, в связи с этим сложившейся на практике разделением системы бухгалтерского учета в масштабе предприятия как на управленческий, так и на финансовый учет, а отчетности на управленческую и финансовую. То есть управленческая отчетность – это закрытая для посторонних лиц строго засекреченная отчетность, которая содержит сведения о себестоимости отдельных видов продукции, выпускаемых предприятием по продукции, не нашедшей сбыта следствия затоваривания или низких качеств. Среди внутренней отчетности имеются столь важные результаты работы отдельных предприятий, отчеты о затратах по различным центрам ответственности и местам их возникновения. То есть данные управленческой отчетности доступны лишь ограниченному кругу лиц, руководящих деятельностью предприятия. А финансовая отчетность – это отчетность, публикуемая в специальных справочниках, финансовых бюллетенях, финансовых газетах для ознакомления широкой публики, общественности, акционеров компаний, банков, страховых компаний, которые, значит, органы, правительственные органы, которые интересны результаты хозяйственной деятельности предприятий за отчетный период. Финансовая отчетность составляется на данных финансового учета. То есть управленческий анализ может быть только внутренним, и он подразделяется на производственный и финансовый анализ. То есть он использует весь комплекс экономической информации и носит только оперативный характер и полностью подчинен руководству предприятия. Финансовый анализ может быть как внутренним, так и внешним. Если он проведен по данным финансовой отчетности, он является классическим способом анализа. Далее по данной теме второй вопрос нашей лекции – это предмет и цели финансового анализа. Финансовый анализ является прикладным научным направлением, которое сформировалось в рамках бухгалтерского учета, то есть, как было сказано выше, и при формировании его цели изначально преобладали различные аспекты. То есть основная целевая установка финансового анализа выражает в формировании у пользователей, насколько это возможно, полное представление об объекте анализа путем получения некоторого числа наиболее представительных факторов, которые могут дать более полную картину, то есть обоснованную объективную характеристику объекта. Отсюда объектами финансового анализа являются различные социально-экономические системы. В том случае, если такой системой является предприятие, коммерческая организация, цель которой, то есть цель анализа которой – определить долю условностей и которая может быть сведена к оценке как имущественного, так и финансового положения данной компании или организации. И конечной целью анализа может являться, то есть как с позиции внутренних по отношению к организации пользователей, нахождение путей и резервы повышения эффективности функционирования организации. С учетом того, что финансовый анализ служит важнейшим элементом системы финансового менеджмента и конкретные цели анализа должны быть формулироваться в соответствии с общей концепцией управления финансовыми предприятиями. Однако принципы деятельности каждого из типов объектов с позиции финансового отношения сильно различаются, и при таком расширительном понимании в содержании финансового анализа необходимо включить огромный объем информации. Поэтому более оправданным представляется то, что финансовый анализ как основная дисциплина не должна ограничиваться рассмотрением анализа коммерческих предприятий, то есть в ячейке экономической системы. То есть в этом случае финансовый анализ у нас должен, как бы, должна являться совокупностью всех аналитических процедур, которые основываются на общей доступной информации финансового характера и которая предназначена для оценки состояния всех компаний, эффективности использования потенциала компаний, а также принятия управленческих решений в отношении оптимизации ее деятельности или участия в ней.